Для обеспечения общественной безопасности и порядка было задействовано более 150 человек личного состава. В целом за праздничные дни в дежурной части было зарегистрировано более 500 происшествий. Лидируют в этом списке семейные конфликты. 245 раз сотрудники полиции выезжали на семейные скандалы. 19 человек, не выплатившие административные штрафы, привлечены к административной ответственности. Зарегистрированы один угон, 16 краж, 3 грабежа, 3 факта мошенничества, 2 факта сбыта наркотических средств. Задержаны 3 человека, находящихся в розыске и установлено местонахождение 4 без вести пропавших граждан. Также продолжалась работа по изъятию фальсифицированного алкоголя. Как отмечают в правоохранительных органах, праздники прошли без нарушений общественного порядка и чрезвычайных происшествий. Статистика госавтоинспекции менее утешительна. Только в последний день ушедшего года было задержано 5 нетрезвых водителей. А в праздничные дни было составлено более тысячи протоколов. Из них задержано 28 водителей в состоянии алкогольного опьянения. 12 не предоставили преимущество с движением пешеходам. 30 перевозили детей без детских удерживающих устройств. 77 не были пристегнуты ремнями безопасности. 35 автолюбителей не оплатили свои административные штрафы, установленные законом срок. 23 управляли своими автомобилями с тонированными стеклами. 15 нарушений среди водителей автобусов. 12 протоколов было составлено и на пеших участников дорожного движения. Также с 1 по 8 января было зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. К счастью, все они обошлись без пострадавших. Госавтоинспекция отмечает, что операция «Внимание и дети» продлена до 12 января. Марина Медвинская, Никита Кабанов. Информационная программа «Ежедневник».